Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 тысяч человек заполнили площадь Куйбышева еще до начала игры. Людей временно перестали пускать, чтобы не создавать давку. За матчем наблюдала и наша съемочная группа. С каким настроением люди ждали этой решающей игры, расскажет Лариса Шалафаст. На самарскую фан-зону болельщики собираются за несколько часов до начала матча. На сцене настроение зрителям поднимает Элуан. Победа сборной России по футболу! Все, 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 все! На этом чемпионате мира сборная команда России проявила себя как никогда хорошо. Впервые в истории наши футболисты вышли в плей-офф и люди надеются на дальнейший успех. Россия! 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 Верим в победу, верим в нашу! Россия, вперед! Мы верим, потому что с Испанией шансы были немногие, но мы победили. Мы верим, что мы победим. Я хочу, чтобы Россия победила! С самого начала игра была напряженной. За выход в одну-вторую спортсмены бились изо всех сил. И вот спустя первые полчаса гол в воротах Орватии забил Денис Черышев. Самарская фан-зона ликует. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже в первом тайме хорваты сравняли счет. Второй тайм завершился со счетом 2-2. Исход матча, как и в игре с Испанией, решила серия пенальти. Но, к сожалению, в этот раз фортуна оказалась на стороне соперника. Горечь поражения болельщики разделили вместе со спортсменами. Это тот самый случай, когда поражение выглядит так же достойно, как победа. В социальных сетях люди практически сразу после окончания матча начали оставлять записи с хэштегом «Мы одна команда». Сборная России провела на мировом чемпионате гораздо больше времени, чем от нее ожидали. И вписала новую страницу в историю российского футбола. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Шесть матчей, полмиллиона болельщиков на фан-зоне и тысячи иностранных туристов. Чемпионат мира по футболу для Самары окончен. Завершающим матчем на Самаро-арене стала игра сборных Швеции и Англии, в которой последняя одержала победу. Эмоции и надежда иностранных болельщиков перед матчем в сюжете Ларисы Шлафаст. Болельщики из Англии прибывают чартерным рейсом из Лондона. В Самаре все для гостей. Даже погода в этот час пасмурная, как в Великобритании. Многие опасались лететь в Россию заранее. Были уверены, что здесь можно нарваться на медведя или оказаться за решеткой, только сойдя с трапа самолета. Но посмотреть игру все же хотелось больше. И неудивительно, сборная Англии в чемпионате мира забралась так высоко впервые почти за 30 лет. И болельщики надеются на победу. Я очень надеюсь на победу. Хотелось бы увидеть нашу команду в финале. Они этого заслуживают. Болельщики сборной Швеции Россию боялись явно меньше. И прибыли в Самару заранее. На стадион они приезжают организованными группами. Пока остальные подтягиваются, шведы репетируют кричалки. Я надеюсь на удачу. Мы должны выиграть. Конечно, мы выиграем. Я надеюсь, еще сыграем в России и в Москве. Россия иностранцам, очевидно, пришлась по душе. Пока шли к стадиону, не забыли поблагодарить. Россия! Спасибо! Россия! Спасибо! Россия! Спасибо! Что до болельщиков Англии, они мирно прогуливались по последней миле, смешиваясь с толпой и держались подальше от лесополосы. Узнать англичан в общем потоке болельщиков можно было не сразу, но некоторые выделялись накладными усами и тростью. Медведей они здесь так и не встретили. Наоборот, местная природа очень понравилась. Замечательное место. Мы были у реки. Просто чудесно. Возможно, дополнительные усы и принесли удачу сборной команде Англии. Матч завершился со счетом 2-0. Усы надежды! Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Воскресный ливень в Самаре побил 42-летний рекорд. 8 июля был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Ливень, град и сильный ветер обрушились на город и практически полностью парализовали движение. Было зафиксировано рекордное количество выпадений осадков – более 23 мм. В последний раз такой сильный ливень обрушивался на Самару в 1976 году. Тогда максимум количества осадков составил почти 17,5 мм. По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь и гроза не покинут Самарскую область как минимум до среды. Все эти дни будет дуть сильный ветер. Его скорость составит 5-12 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах 23-29 градусов. Лодка с пятью людьми на борту опрокинулась в Самарской области. ЧП случилось в минувшие выходные под Тольятти прямо на середине Волги. В реке оказались трое взрослых и двое детей. Недалеко от места проходил теплоход, следовавший от Климовки в Тольятти. Командир корабля увидел людей и направился к ним. Пассажиров лодки подняли на борт и отогрели. Перевернутую лодку поставили на киль и привязали к теплоходу. Также из воды достали вещи, которые не успели утонуть. Через некоторое время к месту происшествия прибыли спасатели и речная полиция. Пожар на рынке Шепетов в Самаре. Огонь продавцам удалось потушить самостоятельно. Очевидцы говорят, что увидели клубы дыма и открытый огонь около длинного ряда павильонов под зеленой крышей. На вызов приехали три пожарные машины. На фотографии видно, что пока пожарные работают, рядом спокойно продолжают торговать цветами продавщицы цветочных павильонов. Тем не менее, люди возмущены несоблюдением требований безопасности и требуют закрытия рынок. В причинах и последствиях пожара разберутся оперативные структуры. Самарские рестораны посетило более миллиона туристов. Специально для этого официанты выучили несколько иностранных языков, среди которых английский, испанский, французский и португальский. Иностранные гости с особым теплом отзывались о борще и окрошке. Также фанатов впечатлили местное пиво, пельмени и растягаи. Средний чек в ресторанах и кафе составил 900 рублей. В Самаре не будут отменять маршрутки в Мирный, Курумыч и Березу. Об этом заявили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, опровергнув тем самым слухи об отмене автобусов, идущих от Барбошины поляны в три этих поселка. Готовы на треть в правительстве Самарской области прошла видеоконференция с главами городов и районов региона, на которой обсудили подготовку к отопительному сезону. Кроме того, речь шла и о готовности школ к новому учебному году. На чем заострили особое внимание, расскажет Сергей Кизоркин. Более трех миллиардов рублей потратит областной бюджет в этом году на подготовку к отопительному сезону. Половина городов и районов справились с этой задачей на отлично, сделано уже порядка 70%, но есть отстающие. Это была одна из проблем, которую затронули на видеоконференции с главами городов и районов в правительстве Самарской области. Экватор подготовительных работ наступил, и их темп необходимо только наращивать. Зима все равно придет. Не за горами и первое сентября, напомнил руководитель областного правительства. Сельские школы получат 41 автобус, 3 проселочные дороги отремонтируют, а там, где проходят школьные автобусы, нанесут разметку, установят знаки, светофоры и освещение. На капремонт 17 учебных заведений и 7 спортзалов потратят 277 миллионов рублей. Главная задача – освоить все средства вовремя и открыть школы к началу учебного года, проверить качество работ в августе. Тогда же в Самаре откроется еще одна школа в микрорайоне «Крутые ключи». И завершить все работы до 1 сентября. И чтобы не было опять кто-то учится в другой школе и прочее, прочее, прочее. Хочу сказать всем ответственным лицам. Дети должны учиться в комфортных, благоприятных условиях, качественной и вкусной питаться. Обязательно должна быть обеспечена безопасность их жизни и здоровья. И не только учебное время, но и в поездках на школьных автобусах. Обсудили на видеоконференции в Белом доме и безопасность самарцев во время отдыха. С начала лета уже потушено более 1300 пожаров. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году за этот же период. Горят не только леса. Горят города Октябрьск, Отрадный, Чапаевск и Жигулевск. Там пожаров стало больше в десятки раз. А свидетели трагедии зачастую не торопятся звать на помощь пожарных. Люди о возникшем пожаре не звонят на телефоны 01 и 101, а начинают снимать возникающий пожар и выкладывать его в интернет. У нас на прошлой неделе был пожар в городе Самаре, о котором сообщение пришло только через 22 минуты. При этом в интернете уже была вся информация о пожаре. Проблема многих городов области – отсутствие современных пляжей. Жители губернии отдыхают по традиции дикарями. Отсюда и случаются трагедии. С начала лета уже утонули 28 человек, четверо из них дети. Было решено дикие пляжи не закрывать, а выставить там спасателей и необходимое оборудование. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Вывели из сумрака. Самарские автоинспекторы провели рейд против тонировщиков. Штрафовали владельцев машин, стекла которых были затемнены не по ГОСТу. Сотрудники ГИБДД утверждают, это создает опасные ситуации на дороге. За охотой на темных лошадок наблюдал Артем Устинов. Наступает лето и автоинспекторы выходят на ловлю тонировщиков. Темные стекла удобная вещь, спасают от солнечных лучей. Однако некоторые водители прячутся за тонировкой не только от солнца, но и от ответственности за нарушения. Инспекторы утверждают, сильно затемнять стекло опасно для жизни. Водители таких машин часто попадают в ДТП. Превышение нормы – это в первую очередь ухудшение обзора с места водителя. То есть водитель не всегда может адекватно воспринимать ситуацию на дороге, не всегда может обнаружить опасность на дороге, особенно в вечернее темное время суток, когда видимость из автомобиля при наличии пленки ухудшается в несколько раз. Вот и первый нарушитель. Водителя черной иномарки снаружи не разглядеть. Доказать нарушение помогает специально прибор – тауметр. Он просвечивает стекло насквозь и измеряет светопропускаемость. Результат выдает в процентах. Сразу видно, насколько знаком владелец с правилами тонировки автомобиля. Для каждого стекла свои нормы тонировки. Заднее и заднебоковое могут быть затонированы полностью, но переднебоковое и лобовое только на 30%. Максимум, что еще может быть на лобовом стекле – это полоса толщиной не более 14 см. Для защиты глаз от солнца. Штраф за неправильную тонировку – 500 рублей. Также водителю выносят требование убрать тонировку. Если он снова попадется, ему грозит административный арест. Аналогичным образом наказывают за пленочное покрытие стекол, не соответствующие техническому регламенту. Такие рейды в ГИБДД проводят регулярно. В этот раз зафиксировали около ста нарушений, связанных с тонировкой. Для собственной безопасности пешеходам лучше видеть тех, кто сидит за рулем. Артем Устинов, Максим Гусев. События. Чувство долга. В Самаре разбираются с организациями, вовремя не платившими налоги. Представителей компаний-должников вызвали на заседание межведомственной комиссии. Недоимки включают в себя разные типы налогов – земельный, подоходный. Но особенно часто фирмы должны за аренду помещений. Невыплаты составляют несколько миллионов рублей. Комиссия подробно разобралась в ситуации каждого должника. Большинство пообещало рассчитаться в сроки до двух месяцев. Однако с некоторыми арендаторами возник вопрос о продлении договора. Проблемные ситуации решат с привлечением администрации муниципальных районов и управления Федеральной налоговой службы. Если стороны не придут к соглашению, договоры могут расторгнуть. Учтено каждое мнение. Уже через неделю начнутся ремонтные работы во дворе дома по адресу улицы Садовой, 245. Двор будет приведен в порядок по проекту формирования комфортной городской среды. Перед тем, как подрядчик приступит к делу, районная администрация еще раз организовала встречу с жителями, чтобы согласовать все спорные моменты. В частности, многие жильцов думали, что вместо металлических ограждений поставят пластиковый. Их уверили, что согласно проекту это не так. Двор включен в программу благодаря активности жителей, которые вовремя подали документы и высказали пожелание того, какое хотели бы видеть свою придомовую территорию. Будет восстановлено асфальтно-бетонное покрытие дворовой территории, установлены скамейки, урны, лавочки, выполнены работы по озеленению в части установки вазонов, выполнено освещение дворовой территории, а также по просьбе жителей запланирована установка антипарковочных столбиков. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Нет договора, нет воды. Ресурсники убирают колонки там, где жители не заключают договоры. Жизненно важная процедура в шаговой доступности. В Куйбышевском районе Самары открыли диализный центр. Флэш-моб в стиле диско. По улицам Самары прошел танцевальный карнавал. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова